Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Зимуют Против команды BMG Которая на стороне Хеллборна Итак, без лишних слов По банам Бегемот от Дедогов Трембл от BMG Соответственно Мойра от Дедогов И Варбист от BMG Уже видим Три пика для Дедогов Это Фейд Андромеда И Силуэт И два пика Для команды BMG Это Мидос И Пэблс И Свивблэйд Вот так вот они закончили Своих три пика Свивблэйдом Ну и начинаются Уже Следующие баны Ну а пока А пока Что я хотела сделать Собственно Да ничего не хотелось сделать Определенно Если сейчас посмотреть То есть BMG Скорее всего взяли Это Свивблэйд уже как кэри Мидер у них Пэблс Скорее всего И Мидосуицид То есть рекорд героя У них есть Ну осталось Саппорта Двух саппортов Свивблэйд Если так рассмотреть То в лейте он Силки ничего Не противопоставит Силет его просто Будет пинать Типа там Линка Которая не даст ему Ультануть Если ее не сбить Плюс Иллюзия Плюс Стреграппл То есть мобильность Силетки просто Ну Силетка Одна из тех персонажей Которые Никто ничего Не может противопоставить Поэтому Но Другие два пика То есть Файда и Андер Меда У Дудогов Они Немножко все же Мне кажется В мидгейме Лейт Слабее Чем Медос С возможной инициацией Пэбблсом Но смотря Все как реализуют Да Если это будет Фаст ПК от Пэбблса То Там будет все очень страшно Это будет как в игру даже Да С другой же стороны Если Файда Как бы сможет Правильно скаутить Находить жертвы И они постоянно будут Убивать по этой стратегии То Может произойти Такая же ситуация И с ними Ну да Посмотрим Как оно будет Так Дальше У нас в бану Летел Инженер Репульсер И Торт Ну Дудоги Стараются банить То есть Саппортов Видно То есть Они уже Пикнули Для себя Андромеда А БМГ Банят Хардлайм Забанили Репульсера Тоже Такого Как в мид Могли поставить Скорее всего Дудоги Тоже Есть вариант И Слонада В принципе В принципе Сейчас им еще Какого-то Паппет или Магмуса Я думаю Забанить Хотя нет Типа Рапсодия Лучше Или Мойру Я Рапсодию Забанил Да Рапсодия Нужно Саппорт Или Мпаска Наоборот Под свифта Чтобы не дать То есть Со стенкой С крутилкой Они могут В тот же Мана Пойти на силуэтку Повался Оставить Например На виду Против Фейдери Глациус Глациус Времена Мана Тоже Нормально Дед Вот Это будет Скорее всего Фейда В трипле На боте Хороводящей Вот так Вот она Рапсодия Которая Мы ждали И осталось По последнему Пику Сделать Да Додоком Получается Суицид Остался Взять Суицид Героя В принципе И Дедвуд Мог бы туда пойти Но Дедвуд Там сыпется Очень сильно Дедвуд Там Дедвуд Так же Будет стоять Как и Бальфагор Например Ну где-то так Как и любой Герой В принципе Типа С возможностью Эскейпа Куда-нибудь В деревья И это все Что он может Ну это знаешь Это как Бегемот Хотя Бегемот Хотя бы Крипов Может стопать Физурой Ну и Бегемот Все равно В игре Немножко В тимфайтах Гораздо больше Дэмэджа Есть шанс Влить Ну да Если он ультурит На раз Корни Тоже Хотя 5 секунд Это очень сильно Дизейбл Того же Мидаса Там кинуть Он не уйдет Никуда Ну и что же Они возьмут Интересно На харду Есть такие герои Как Фараона Еще Фараона Мы кстати Сегодня Очень часто На харде Видели Потому что Рейнджевика Вряд ли ему Уже удастся На харду Какого-то взять Кинесис Правда есть Я бы Кинесиса Наверное И кстати Кинесиса Могут взять Мне кажется Даже БМЖ Еще себе И взять Пойти там Например В трипл Ралли Ралли Ну что бы Нет Не На самом деле Может По их скилу Там как бы Фейт тоже Имеет опцию Пойти в хардлайн Ну Опять же Как и любой Герой Тогда Типа Побегать Не Ну что У нее Инвиз Есть На шестом Левеле С первого Левела Знаешь ли На шестого Это можно Еще до десятой Ковырять Плюс Это не такой Инвиз Как там У киперов Встал в кустах 100x Пополучай Показывают Зефира Но куда Его тогда Уже лепить Им нужен Второй Саппорт Или лесник Если у них Мидас Уже не выступает В качестве Саппорта Ну типа Зефир Может быть Лесником Че и нет Ну В принципе Да После его Изменения Он достаточно Комфортно Стоит Еще в лесу Попробуем Может В принципе Подожди А че мы Меняли Нет Зефир Кэри Бальтазар Кэри В команде Бмг Рутов Зи Это Саппорт Третий То есть Он ходит Хороводы Он ходит Какая-то Поддержка Бокси На Пэбл Семит Пойдет Вместе С Соло Если Блэйд Суицид Вот Все Понятно У них 3 1 1 Получается Я вообще Не понял Как ты это понял По опыту По играм Зефир Кэри Серьезно Да Зефир Кэри Ну давай Посмотрим Так Суббальтазар Кэри играет Продал Тапочек Года 3 Уже За Кэри Ну просто В принципе Зефир Неплохой лесник Зачем Изобретать Велосипед Ну в принципе Как Зефир Изначально Все равно Как Кэри Делался В Хончике Представлялся Его Частый Год назад И два года Назад Пикали Просто Что он Такой Нестабильный Нестабильный Что-то Типа Монквин Нужен Фарм Нужны Итемы Совсем Нужен Фарм Итем Ну например Герой Свифблейд Он может Вынести 500 демаж С первого Уровня Да В идеальных Раскладах Даже Просто Закрутиться Вплотную Там Ну 350 Будет А это Самая Большая Нилка Вроде Как В игре На первом Уровне Ну да Хотя Есть шанс Что Мортир С первого Скилла При одном проценте ХП Больше Нанесет Все По-моему Больше нет Героев С таким Демажем 150 Плюс Отсутствующее Здоровье А Подожди 75 Плюс Отсутствующее Здоровье Ну Да Да Мортир Наверное Даже сильнее Жахнет Если у него Не будет ХП Там По-моему 500 Максимум Он наносит С первого Скилла То есть 499 Нанесется Где-то Или что-то Ну это Один процент ХП Опять же Это Где-то Сколько В чате Подсказывают Импел Тарта В одного По-моему Нет Ну да Там Пишут Про лимит Дамага Да Мы знаем Что Лимит Дамага Но Вот этот Лимит В 500 Он и есть Не Импел Сколько Там 400 Или 300 Дамага Импелмент Больше На первом уровне Да Это Типа Сильно В одного Влить В чем Того Что Вначале У тебя Там 500 600 600 600 ХП С Авто Атаками Можно И Убить Действительно Но Это Типа Это Не Тот Дамага О Который Мы Говорим Больше На Боте Канампанк У нас Тремя Всего Лишь Ветками То есть Уверенно Будет Стоять Ну Канампанк Уже Показал Нам Сегодня Что Он Очень Сильненький Да Я И помню Из Целы Его Носилки Очень Сильны Один Чуть ли Не Играл За Всю Команду Было Опять Пауза Хорош Гоу Гоу Все Степа Еще Одна Пауза Да По-моему Сидят Постоянно Такой Гоу Гоу И Опять Сразу Пауза И Даже Подважды Такой Подряд Было Угу Я Был Что На Мид Будет Лететь Гоу Гоу Все Сори Сори Мне Интересно Что Будет Происходить Скорее Сего Это Пэбблз Он Сейчас Купит Топорик Купит И Заберет Пачку Слайна Топорик А Стоп Пачку Слайна Или Останется На нем А кто-то Заберет Пачку Зефир Возможно Заберет Пачку И Уйдет В лес А Пэбблз Останется Фармить На Лайне Черт Все Происходит Вот Да Все Разобрались Смотри Зефир Стоит Он Пачку Ждет Встречать У меня К концу Дня Вообще Голова Не Варит Неплохо Ралли Простопал Все Забирает Он и В лес А Ралли Сейчас Нельзя Уходить Иначе Он пропустит Всю Свою Пачку Ну И Все Зефир В принципе Четвертый Левел Есть Вариант Апнуть Если Б Еще Крипцов Добил Было Б Да Что-то Это Был Вообще За Удар Такой Фолл ХП Самое Главное Большого Добить Но Если Б Маленького Добил Второй Был Сейчас Уже Был Угу Ну С Этого Кемпа Да Ну Там 202 Эксп Дается За Скелетов Кемп Любимый Мой Кемп Больше Всего За Кэтмана Все Рапсодия Начинает Уже Гонять Ралли Ралли В свою Очередь Орет Орет На Нее Так Что-то У нас Там На Миде Проблема У Дедвуда Крутится Свифблейд И Это ФБ Хорошо Пришел Скорды Правда Еще Первый Левел То-есть Он Стоял Сзади Все Время Но Это ФБ ФБ Которая Досталась Руту Руту Зи Интересно Вот Что Руту Зи То-есть Мидер Он На них Насколько Я знаю Второй Саппорт Лесник Ну Сейчас Посмотрим Можно Посмотреть Сейчас Гляну Руту Зи Как Лесник Обозначен Ну Популярный Герой Рифтволкер Бегемот Магмус То-есть Он А Тимин Герой В хороводы Всегда ходил Это его Короночка И почему-то Он Сейчас На Сивдблэйде Сейчас Он Мид Сейчас Он Мид 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 Вернее Мид Да Ну Опять же Игроки Соло Скилл Высокий За счет Этого Многие Команды Могут Переставлять Лайны И И на Неожиданности Брать Их Фриз Странно Но У меня Все В Порядке У меня Тоже Все Нормально Снимайте С Паузы Ну В принципе У нас То Всегда Все Нормально Мышцы Спектра У нас Не будет Лагов Если В игре Лаги Молчи Молчи Тихо Тихо Так Я не знаю Как они Пытаются Справиться С фризами Во время Паузы Бьют В бубен Так Андромеда Подходит На мид Или Она Проходила Мимо Так Кстати Мидас Забирает На топе Инвиз В свой Боттл Очень Хорошо Ему Ему Ещё Четвёртый Левел Получить Чтобы Проучить Ульту И тогда Можно Как-нибудь Вплотную В инвизе Стать К дед Буду И попробовать Его с Рассказа Забрать Да Есть Четвёртый Уровень Как-то Непонятно Туда-сюда Входит Андромеда Есть Нон По ней На боте Свиста Попытались Въехать Не Получилось Фэйдаст Андалайз И Сразу же На реакции Закрутился А тоже Кстати Прикольный Аватар Мне нравится Этого фразы Кому Крутиться Начинает Ботч Майблэйд Даст Свир Тем временем Пятого Уровня Уже На третьей Минуте Четвёртый Вот она Вернее Вот он Мидас Стоит В инвизи Рядом С дэдвэдами Сейчас Скорее Все Скорее Всего Ничего Выжидает Выжидает Но рядом Андромеда Он не будет Езжать Когда рядом Андромеда В любом случае Ралли Тоже Ушел С Харды Так же Как Свифблейд В принципе Свифблейд Ждет На боте Но Андромеда С ралли Стакают Изи Кэмп Скорее Сейчас Просто Будут Забирать Ралли И 6 Левел Пытаться В лесу Сделать Да В итоге Мидас Просто потерял Время Ну как Потерял Время Не добивал Крипов Не фармил В итоге Зефир Уже Шестого Уровня Довольно Неплохо С учетом То Что Силот Пятого Оу А Фу Это иллюзия Андромеды Я думал Там Андромеда Еще так силуэт в принципе 370 гпм бедный сейвблейд второго уровня обратить внимание по силуэтки вообще по моему крипов особо не пропущу 4 где-то 378 по моему 42 должно быть на пятой минуте будут забирать и блэйда стан нет не будут ох как хорошо по его с того время прилетел один удар все очень повезло сейвблэйду что выжил очень а уже такой как отошла надо сразу уходить силой 2 все равно бы не ушла если бы она убила сейвблэйда там же осталось у нее тригра по просто закончился ну очень хорошо очень хорошо 2-0 в пользу бмг kill для пэблса kill для мидаса там вроде фейда не дала первый скил мне показалось вроде давала она в она же выжгла ему ману а на помню значит и у пэблса с такими темпами будет ранний портал кей минуте на 10 ну да если он продолжит так хорошо гангать даже быстрее в принципе про фри фарм просто если он сейчас обеспечить 3 минутки у него будет ралли подобрал дабл дэмэдж на топе тем временем андромеда идет ставить варты и в ее спалил зефир который с вангвардом и он ее убьет но он ее видит но он сейчас все откупает а просто ультимат на изи второго уровня 8 уровень в вг и сейчас ботинок себе купил получается у него 300 гп на 3 400 гп то есть в принципе зефир и пэблс идут в под в отметке в 400 и у мидаса 300 сейчас он будет забирать иншей ему в этом помог мидас да с вг вообще отлично 3x драконов он заберет больше чем тысячи экспо 9 уровень подымется 9 . на боте засада силуэт стоит и ждут фэйда вместе с ралли нужду все будет она кстати он уже 5 когда его пытались убить был вторым то есть ему сейчас в идеале получить просто 6 уровень и когда его будет пытаться забрать просто сразу идет тпшка он ультует крутится и все печально у противников в принципе если вы даже буду давить он может развернуться то есть там на того кого вышка еще будет бить я сам житель watch my blades он на мид заходит ралли компейл мисс мидас разворачивается зато мидас неплохо своим рассказ нам попал мисс ну корнями дэдвуд сериал полкп от ауэра дэдвуд андромедов все еще 2го уровня андромеда вар поставил на 40xpm а на арон вижен и еще средний кэм блочит бмг слив тпшнулся и сразу закрутился апнул он шестой уровень сейчас бы он с этим шестым еще на фейду если бы назад развернулся в ультанал на медуте временем дэдвуд с андромеда видимо пытаются все подловить как тамидасу потому что они его заберут очень хорошая в принципе связка ульты ралли с андромедой вторым авророй дэдвуда ульты то есть все физически андромеда такой герой как раз когда ты берешь физический дэмэдж но она в этом плане очень полезная да но просто когда она румит с места на место и при этом она абсолютно не получит экспо сейчас она заходит за спину мидасу есть стан корни дэдвуд панч ну вот в принципе всего 3 уровень минус мидасу есть они еще заберут скоро четвертый будет я думаю вот четвертый уже там быстро нагоняется начальная лвла это не столь важно засветились в блейда авроры пабл с тем временем имеет уже порталки и пришел на мид все довольно ранние порталки у него получился за 10 минут я сказал 400 гпм как бы было и уже 800 на руках после птшки он кстати на контрварде вот он проходил его увидели на топе дэшка лежит но он возьмет сейчас его точно уже увидит что он возьмет и до 280 с руки а там ралли понимаешь что ему надо сваливать причем очень быстро сейчас вернется все в идеале конечно по госу в мид бы въехать пацаны свалишься в свой лес таки он фармят стоит ну и за это заберут т1 бмг силуэтка потому что 100 хп на базу хилится тп что то есть нами то она не сможет уже прийти плюс ли линка нужно очень команда очень команда только просеяла по фарму то есть там по сути одна силуэтка только только вынесла ну грубо говоря почти 400 гпм а а так все остальные остальные просто 100 гпм три персонажа что это такое привет с красным тапком то красный она там со стаков крипов все видел больших подобивала наглую до этого добрали так двигается четыре человека из команды бмг да по вражескому лесу все вот в принципе понимают что сейчас могли поехать за ней и просто спряталась в лесу возле то уранта пашка естественно есть она откатывается улетает домой я не домой нож но но топ окей на топ так но мне кажется ей на топе сразу захотят забрать там кстати у зефира которые страшно дико фармит уже две с половиной тысячи на руках и сани сейчас со своей блэдом будет забирать один на боте все обратить внимание что до доги забрали только один там на боте и все а пытаются сейчас забрать еще т1 на топе firebrand на зефире готов пятьсот тридцать пять кпм лесной зефир который взял пачку залетел бы был неплохо так залетел бы был сразу же в него ответы стан станут андромеды очень плохо ульта на урале ралли жив отлично ульта от сбили сбили лтп шку хорошо сейчас же будет опять задух но и не убьет еще не дотянет да там раньше если бы он еще дальше пробежал может быть да да конечно если сейчас еще и силуэт убили это было бы очень хорошо потому что она единственная кто фармит в их команду еще деду то есть получается как раз не не убили тех кто фармит тех кого надо было убивать хотя бы то есть ты пашку сбили то есть потратили очень много времени я не люблю и 1300 на руках и нету линки 13 минуты тебе блэд приобретая от обещал скал принципе хорошо из той их хардлайн и где он дико терпел уровень за фирма эти блэйт себе купил или это будет просто горлом тебе как это ли ну если керри зефир то скорее всего это вряд ли он шанкин прям сейчас захочет зато сейчас как на 9 купил портал кей что-то от него и томов незаметно грейв локет себе купила и тпшки то есть грибы на припасы все тратится придано будь и скрывается пола 6 уровень но пора припании большинство был смог бы ехать силуэт спалишься в ехали пока силуэт спалилась на крипах тоже возвращаться отлично побос берет инвиз инвиз еще под грибами это взяла вы не видели обсуде идет еще в грибах поэтому догадывается потому что никого абсолютно карте нету арта там на варде еще увидели что там да там понимать силуэт что за ним уже выехали в принципе но при таких делах у силуэтки то есть линка появится минуты через четыре только но где-то так да а на виду пэблз видит двоих и может даже блестить по силуэтке с прокастом медаса убили бы наверное так чисто разделилась вы залезе куда прыгнуть там прокастать долго может продержать за саши яша на зефире вы смонт и тогда бы ему тоже не помещали в принципе хотя там весь из демо счеты ну ульта такой там блэйды там фейда но фейд от фейд взяться взять бы мисси квестмент и в принципе зефир у него все равно в принципе бг ему эти мисси квестмента я думаю все равно не стали издать лучше же там шранку в итоге подождать я не думаю что 500 копеек ну и не сильно надо вроде он и так вот если что в рапсоте там есть танцпол ульта на топе пытаются доллдоги просплисить забрать т1 это уже вторая попытка забрать этот т1 tower прошлое увенчалась очень плохо а бмг просто на боте зашли и начали т3 ломать на не поймала спровоцировали их чтобы тп на сам а сами щас на топ тп чтобы задефать да еще и заденай их могут да будет динай а нет не будет они были будет мне уже показалось что сейчас с катапульта добьет более сип он ударил перед тем как подойти вот не он успел там два раза ударить если бы сразу начал принципе если бы один не хватил по 2 бы с точным успел так фэйт сейчас в инвизи подходит зефиру пока для 2 до замедления корни ставят свою ульту зефир пытается пытается отжираться своим тревожки вот так вот вот так вот а он ульт д2 дал в корне или нет я не видел если нет то как бы из-за этого скорее всего и там прям совсем немного осталось как же он как бешеный прожимал свой второй скилл но это за счет ульты в ульте же у него тоже да 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 регенции конечно нравится да не но кстати если сейчас были не секвейсмент он бы точно но он и так вышел вот как бы в него въехали в дали полностью два прокаста и он выжил но только за счет ульты а когда он с его командой еще с командой если пойдет его точно засейвят а маме даса меков гилла обсуде то есть есть много чем когда в команде хотя бы два персонажа которые способны за хилить и спасти да он брингер на 17 минут а пабл с тем временем sacrificial приобрел себе если в броню немножко так купается она и ясно силуэт все же орали дает вот но до sacrificial нормально пробах и интересно как бы в мже все на топе зефир на биту пока фармил пачку спокойно не бой не боясь сразу видно но они забрали все т2 товара то есть принципе они заготавливают себе почву под конгора кстати на котором только что прям вот только что андременно воткнула вард но и увидели как она там ходила поэтому они должны сентрик там воткнуть нибудь вы зацепить не получится потому что у нее есть ульта принципе бы был стоит на варде так активирует ульту попыткам зефира номер два данные если вдвоем не убили то толку одной скрываться влетает дед вот стадов как хорошо они любили такие билетом силуэточка помогла если бы не силуэтка то опять бы не получилось там надо меда конечно очень полезен еще и стоит фейд корни и мидас отлично до трапсодии видос живет отличный сейфа трапсодии хорошо отыгрывает фьюзинг ну вот если б силуэт опять же во время не подошла то зефир опять бы выжил он в принципе так себя хорошо чувствует у него в году он bring it чуть-чуть еще надо ну да медас приобрел себе порталки тем временем если пообщему посмотреть у 12000 по золоту ведут бмг и 7000 по опыту по опыту да по опыту не так все плачевно но вот по золотишку проблемы ну что он себе приобретает френд спирали немножко дпк осталось если он его будет делать и фейда на меку я так понимаю вышло но скорее все брейсер да от скорей что мека вряд ли это просто на плотность так сказать ну да хотя кто знает просто от прокаста побывался тогда уже надо было заранее думать и не госты этого птшки покупать тем временем мк спокойно зашли на конгора никаких проблем вообще они не испытывают с его фармом так в итоге заходит под грибами это вылетает цифер а циферу вообще абсолютно невольно быстро развалили силуэтку сейчас продолжит спокойно как же быстро забрали ралли понимаю что я тут фейд ну я дременно надо бы забрать как как она четко в портал кейп и босса выдала так то сад стал но тут уже смертель быть нужно сваливать в это собственно это и сделала пытаются влить зачем-то в зефир абсолютно все я видел как него вошла ульта дэдвуда и у него уехала где-то 15 процентов хп да просто ульта дэдвуда корни под корни потом ралли всадил свой сколько ему все равно был и у него еще хвай 600 осталось то есть если вы хотите убивать кого-то наверняка только все в него тогда давайте а то так по одному скиллу дать и уйти но не повезло по гп моему зефир приближается у нас к 600 и его команда ровненько идет в 350 зацепили на боте отличный свап спасла раре непонятно что там сейчас они делали они понимали что только что умер конворту то есть они где-то в районе их леса могут быть тем временем у сивблэйда на кармане 2300 золото и он себя приобретает портал кей ничоси ну чтобы первым залетать ну типа инициация да вместе с паблосом и мидосом эти видишь все таки купил мистик понимает что все таки болезненный про касту фейды когда она его найдет этот мистик вейс мант его очень сильно уплотнит не то чтобы сильно так но все равно про каст уже меньше а я думаю фейда все равно до него уже никак не дойдет пусть они ж у них кем у них контрварды стоят на топе влетели все блэйда закрутился сразу отлично вот еще и развалили зефир отлично вовремя среагировал своим задумом счет 13 3 в пользу бмг 19000 преимущество по золото 15 с половиной тысяч преимущество по 23 минуты игры все очень плачевно на самом деле у другов сейчас бмг в принципе способны спокойно зайти на хайграун тем более низкий из токен который они очень хотели бы разменять на сторону сколько там на таки не осталось две с половиной минуты немножко рановато и а тут спокойно врывается фэйд хэблс врывается в дед в дед вуда сдуло сдуло и говоря сдуло его реально сдуло так но уже у зефира нет ультимейта появился силуэт а сейчас интересно бы был попытался залезить выкинуть и поучая залетая дали отличная ульта трапсодии шикарная ульта попытается сейчас хорошую ульта дед в дпп боссы но какой же отличный прокаст от мидоса минус фэйд ралли уже конечно ничего не сможет сделать все потрачено хороший дабл стан от неожиданно как я прописывая дедоги и первая победа команды бмг в этом их столкновении так тут поставили тут нажали вот так 1-0 в пользу бмг в принципе игра была очень хорошая интересная бмг поняли свои преимущества не затягивали и просто зашли на хагрант как бы дедоги это поняли что нет смысла дальше тянуть все команды устали все очень очень устали даже сказала хотят уже поскорее закончить этот насыщенный игровой день это для них также какие для нас никита последняя на сегодня будет игра возможно следующее если бмг вторую игру тоже выигрывают это будет последним сегодня игра а я думаю начнется совсем скоро так что дорогие зрители никуда не уходите скоро вернемся а